Дойная корова, тут есть самка, пол, порода. А еще у каждой свой номер, дата чипирования и вся информация о прививках на доях и здоровье животного. Приложение позволяет следить за каждой буренкой в отдельности, а по сути вести учет и контроль всего животноводческого комплекса республики. Там есть технологические карты, с помощью которых специалисты, например, вводят, когда какие процедуры нужно производить животным. Дальше эта технологическая карта обрабатывает даты рождения, осмотров, осеменения отелов животного. И на основании этого формирует список будущих задач для специалистов. Фаясов Хадив из Верхнеуслонского района победитель в номинации «Социально значимая инновация». Его проект предполагает разведение кур и производство товара из пера и пуха. Инновация заключается в том, что во многих местах уже как бы мертвых отщипывает, а здесь идет как бы живых, их оставляют еще живых, просто вот отщипывает. Конкурс 50 лучших инновационных идей проводится в этом году в 13-й раз. Премию в номинации «Перспектива» вручил президент республики. На протяжении последних лет мы ведем системную работу по адаптации нашей экономики к текущим вызовам в области создания инновационной и инвестиционной инфраструктуры для ведения бизнеса, формирования благоприятных условий для открытия производства и транспорта технологий, а также воспитания, собственного дарования и притока интеллектуальных кадров. В этом году на конкурс поступили 1864 заявки, в том числе и из других стран. В первую очередь среди победителей проекта и идеи, которые могут быть реализованы на индустриальных площадках страны, а их потенциальные рынки сбыта по всему миру. Если хотите, это государственный заказ на инновации, чтобы начали люди этим заниматься. Мы привыкли, что все делается на заводах. Скоро машины, там не будет работать, вот те машины, которые занимаются сборкой автомобилей, там людей вообще скоро не увидим, а в те заводы, где люди еще останутся, они обанкротятся. Потому что все центры прибыли вот с этих заводов сместятся именно вот в эти технологичные компании. Критерий оценки конкурса прост. 10% проектов выживают. Этот показатель в 5 раз выше, чем за границей. Весь путь от идеи до реального бизнеса под контролем венчурного фонда. К тому же многие из проектов победителей будут приняты в программу акселерации. Альбина Слагараева, Рина Цаффин, ТНВ, Казань.